Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Сегодня мы в гостях у академика Виктора Васильевича Малиева. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Мы находимся в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Программа «Смена парадигм» — она такая программа, в которой мы пытаемся по мере возможностей наших отслеживать коренные изменения, происходящие в научно-клинической практике того или иного направления. Сегодня, как вы догадались, дорогие зрители, речь пойдет об инфектологии, потому что герой нашего выпуска этого, один из ведущих, я даже не скажу отечественных, но, возможно, даже и в мире специалистов, ведущих по инфекционным заболеваниям человека, да, Виктор Васильевич? Да, Марина. Потому что вы бывали в разных странах, и если приглашают специалиста из другой страны, значит, это всемирно известно. Даже если не приглашают, все равно эпидемия, едешь. Вы знаете, я недавно перечитала книгу Вениамина Каверина, открытую книгу. Фактически это художественно изложенная история отечественной пеницеллины. И вот первый мой вопрос изменилась, как картина, да, за 50 лет, за полвека, она просто, это два инфекционных мира, вызовы, с которыми сталкивались герои этой книги, и нынешние инфекционисты. То есть фактически на глазах нескольких поколений произошла такая вот смена инфекционной картины мира. Как бы вы это описали, ну, основные вехи? Да, ну, я не думаю, что она существенно изменилась, так бы скажем, просто изменились наши возможности, наши возможности познать ее, потому что до сих пор, ну, эта инфекция, это такой природный механизм в известной мере. Поэтому просто, как мы не можем познать до конца природу и все природные факторы, так мы все время это познаем, и вот до сих пор мы не до конца еще ее не познали. Поэтому мы знаем только 95% микроорганизмов, которые поражают человека. Большинство из них мы не знаем, и мы их периодически открываем все новые. Есть огромное количество микроорганизмов, которые считают, что они не поражают человека, они в растениях, животных, потом оказывается, что вот они человека поражают. Но для этого должны быть разработаны механизмы, которые показывают, что вот можно у человека их найти. Вы знаете, что мы тоже в значительной степени имеем у себя микрофлору определенную. Но она нам и нужна. Да, да, кто-то измеряет ее килограммами даже, понимаете, даже такое есть, понимаете. Поэтому эта проблема в значительной степени с этим связана. Ну, менялись это, вот если мы говорим о парадигмах, которые были, воззрения менялись. Сначала, значит, были инфекции, потом, так сказать, убивали миллионы людей, сотни миллионов, чума там в средние века, потом испанка известная, там, когда тоже погибала. В 18-19-е годы. Да, погибала, вот все. После этого изобрели пенициллин, изобрели антибиотики и сказали, все, с инфекцией будет покончено. И была целая программа ликвидации инфекции, которая в какой-то степени и до сих пор. Вот, ну, потом все-таки, ну, это, понимаете, как нельзя какие-то природные факторы закрыть. Ну, поскольку инфекция, она тесно связана с природой, понимаете, то есть невозможно. Поэтому, если мы закрываем инфекцию, мы что-то, какие-то элементы природы, которые мы еще не знаем, но мы пытаемся их закрыть. Ну, есть же эволюционные всякие те, что, убив антибиотики пенициллином, разбудили другие инфекции, которые дремали до поры давления. Ну, и было известно в советское время, ну, может быть, правильно было такое, был Иван Владимирович Мичурин, может, вы знаете, известный селекционер, так далее, тем более вы как генетик, наверное. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее, взять их у нее, взять их у нее, наша задача, понимаете. И вот была такая, ну, в известном мере, да, на том этапе, вот, но, тем не менее, пытались мы, так сказать, обуздать эту природу, покорить природу. Но этой вещи, как говорится, нет, и до сих пор она нами командует, а не мы ей, к сожалению, понимаете. Мы не можем понять всех процессов, и поэтому многие вещи просто не знаем. Например, мы не можем предсказать даже погоду на завтра, идеально не можем предсказать. От этой погоды инфекции зависит, понимаете, если завтра будет там, допустим, сильный мороз, человек не выдержит, начнутся какие-то респираторные болезни, если завтра будет сильная жара, то будут появиться другие кишечные там инфекции, понимаете. Поэтому вот, поэтому такие тенденции были, когда мы ликвидируем, и это привело к тому, что все стали говорить, главное, это неинфекционные болезни. Вот неинфекционные стали говорить, вот инфекции побеждены, но такой разговор был, люди умирают от болезни сердца, умирают от инсульта, от рака и так далее. Поэтому вот это наша задача. Инфекция, это все вроде как, и поэтому, и это очень плохо, потому что практически значительный инфекционный элемент есть в каждом заболевании, потому что он тоже как бы природный фактор, потому что, ну, если, допустим, у тебя есть заболевание сердца и так далее, ну, вы провели интервью Евгения Львовича Насонова, который вам много говорил о системном воспалительном. Но мы с вами понимаем, что системное воспаление не бывает асептическое, понимаете, все-таки при этом воспалении, значит, если мы говорим о воспалении, там обязательно есть какие-то микроорганизмы. Даже если не патогены, то условно патогены, но они обязательно там есть. Значит, понимаете, этот инфекционный фактор, он есть во всех этих, так сказать, заболеваниях, которые, как сейчас именуются, неинфекционные. И это произошло очень плохо, потому что на этом деле сказали, не надо инфекциями заниматься, не надо им уделять внимания, наша задача победить болезни сердца, болезни суставов и так далее. Ну да, антибиотики есть и хорошо. Да, да, достаточно, да. Вот есть антибиотики, мы примем. И на самом деле больше антибиотиков применяют не инфекционисты, а применяют все другие. Ну, например, хирурги. Понимаете, обязательно перед операцией тебе дают антибиотики, потом бывает все это. Если тебе надо какое-то сделать там, ну не знаю, трансплантацию и так далее, то тебе обязательно что-то дадут из антибиотиков. Если ты просто, так сказать, готовясь к какой-то процедуре, тебе тоже дадут, чтобы ничего не было. Профилактически. Профилактически дадут, и люди сами пьют, профилактика. Поэтому понятие. Ну вот сейчас стало немного, так сказать, все-таки возвращаются какие-то элементы, все-таки понимают, что без них никуда не деться, без инфекционных факторов. Ну и вот произошло такое изменение. Но тем не менее общая тенденция в мире, вот как, поскольку это Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что все-таки неинфекционные, мы должны с ними. Но в то же время паника начинается, поскольку неинфекционные в какой-то степени еще предсказывают. А инфекции предсказать невозможно. Понимаете? Практически. Потому что как мы не знаем погоду, так мы не можем точно сказать, что будет с инфекциями завтра и какие появятся. Поэтому есть такие пессимистические какие-то катаклизмы предсказывают, предсказывают, что вот если там что-то, первое, о чем погибли, будут инфекции. Но есть другие, что говорят, нет, инфекции не главное, мы с ними справимся, мы что-нибудь придумаем, ну и так далее. Сколько сейчас, вот сегодня, инфекционных заболеваний, представляющих угрозу? Ну, всего, поскольку мы всех инфекций не знаем, даже я не могу сказать сколько. По некоторым, да, две тысячи всего инфекций, некоторые говорят, тысячи инфекций, какие-то есть инфекции. Потом появляется абсолютно, ну, за последние годы около 50, вот, может, лет 30-40 появились около 50 новых инфекций. И все время появляются новые инфекции, которых человек не знал или которые когда-то были, там, единичные случаи забытые, потом они восстановились. Например, считается, что СПИД или ВИЧ-инфекция уже старая инфекция, хотя она всего-то в 86-м. Да, первые появились, но считается, что это уже не новое, понимаете, поэтому да. Ну, например, вот лихорадка ЗИКа была где-то там, не знаю, в 47-м году первый случай в Уганде, где-то описали, какая-то обезьянка умерла. Может, сейчас этого назвали ЗИКа, понимаете, от этой обезьянки и так далее. И вот все тихо-тихо, ничего не было. Вдруг, понимаете, да, в 15-м году, когда миллионы людей поражены, когда там поражение беременных, да, и у детишек рождается микроцеполем. А правильная ли идея, что победив антибиотиками бактерии, дали простор вирусам? Да нет, мы дали большое значение вирусам, их невозможно всех, мы их не знаем все, понимаете, поэтому даже понять, что происходит в этом большом мире, мы даже не можем разобраться в тех микроорганизмах, которые есть у нас, в человеческом организме, понимаете, поэтому мы не можем. А что творится в природе, да, мы некоторые, даже разновидность еще до сих пор открывает некоторые новые растения, некоторые новые животные. Поэтому что выкрадает, труднодоступных местах. Поэтому мы даже не можем понять, что там происходит и очень плохо изучать. Например, для нас очень важно было изучать, вот у нас очень многие инфекции, природные, так сказать, которые связаны с природными факторами, но называются трансмиссивные инфекции или природообусловленные, понимаете, вот такие инфекции. Так вот, они связаны с тем, что переносчиками бывают такие природные, так сказать, организмы, как комары, клещи и так далее. Вот, и вот мы приняли сотрудницу у нас в институте, которая изучает болезни комаров, понимаете, самаров комаров, потому что без этого, если мы не знаем, чем болеет комар, какой он комар, он, так сказать, жизнеспособный, нежеспособный, тебя укусил, мы не можем это предсказывать. И особенно мы даже не можем регулировать, как мы можем регулировать, понимаете, эту популяцию. Ну, одно время попытались, все полили. Ну, там, трансгенные какие-то создавали. Нет, да, дустом полили, полили большие территории, потом оказался этот дуст уже в Антарктиде, в организме китов, понимаете, запретили, уже нельзя делать. Теперь не знаю, что с ними делать. Опять дустом, понимаете, нет. Вот произошло, видимо, за счет изменения климата, есть такой феномен льнинья в океанах, когда какие-то волнения там бывают, жара и так далее. Вот оживились эти комары и пошла, значит, лихорадка Денге, десятки миллионов случаев, Зика лихорадка, Чакунгунья и так далее. И вот уже к нам приходят, к нам привозят эти, и вот не знают, что с ними делать, как. Ну, пытаются там что-то комаров, но вот не знают, потому что мы не можем до конца прогнозировать, что будет, если мы применим против комаров какую-то определенную вещь. То есть в экосистеме в целом. Да, в экосистеме в целом мы не можем понять. Ну, например, несколько лет назад я, так сказать, вот, ну, средства массовой информации, радио сообщает, что вот очень большой наплыв комаров весной, значит, там, видимо, когда просили дохода, когда, так сказать, начинается полноводие и так далее, в средней России много комаров, значит, огромное количество комаров, мошки, мошка и так далее. И вот люди прям показывают, собирают на окнах все, там, в масках ходят и так далее. В это же время сообщают, что вот в Чехии исчезли комары, и поэтому там гибнут птицы, потому что питаются. Что делать? Говорят, может, вы наши комаров, которые отсюда переправитесь туда. Ну, это шутка такая, да. Ну, это шутка, но вот реальная вещь, понимаете. Поэтому пока мы не знаем всех факторов, обуславливающих-то эти или иные инфекции, их предсказывать, понимаете, это очень неблагодарное дело, невозможно предсказать. Ну, вот, ну и потом это же надо десятками лет, чтобы оперировать вот этими большими инфекциями. Это нельзя один год, два, три. Это вот была ЗИКа, в 47-м один случай нашли. И потом прошло сколько лет, уже прошло 50 лет, и снова ЗИКа. И когда снова возникнет, так же и грипп периодически, он меняется десятилетиями, понимаете, меняются другие инфекции. И вот эти все, вот у меня даже публикация такая была, эволюция инфекции. С чем она связана? Что меняются микроорганизмы, меняются, почему-то становятся резистенты микроорганизмы. Ну, может, не все меняются, но значительно... Ну, эволюция-то идет? Эволюция идет, да. И под давлением, и без давления. Да, да, да. И следующее, меняется на человек, понимаете, мы уже становимся более... У нас популяция стареет человеческая, понимаете, значит, уже другие несколько, так человек меняется. Другой фон как-то для развития всего этого. Ну, и меняется крушающая среда, мы уже тут не можем, и климат, понимаете, и все. И поэтому технологии появляются новые, понимаете, обработки пищи, питания. Бывают поэтому необычные вещи, например, есть инфекция космического корабля, есть инфекция автомобиля, понимаете, вещей, которые не были. Какие-то инфекции появились, когда появились кондиционеры, болезнь легионеров, вы знаете, да, и так далее, ну, потому что раньше это было нереально. Ну, и понятно, все новые технологии. Следующее целое направление, это, допустим, трансплантация инфекции, большое направление ожирения инфекции, которые связаны с ожирением, люди с ожирением, болеют несколько по-другому. Ну, у них другой микробиом, в общем-то. И микробиом, и все, понимаете, другая нагрузка на органы, там, понимаете, значит, органы реагируют иначе. Ну, пожилые люди болеют несколько иначе, чем болеют дети или молодые, понимаете, тоже какие-то вещи. И поэтому вот это вот все окружение, вот это и есть вся эволюция инфекций. Ну, еще беда в том, что, конечно, мы не какие-то годы раньше, мы просто вот когда открывали пеницерин и так далее, мы не могли установить природу, так сказать, болезни, потому что всего где-то лет 120, как существует микробиология, как Пастер ее открыл. Да, этого просто ее не было. И поэтому как ставили, допустим, чуму в средние века? Ну, наверное, без, так сказать, выделения возбудителя, понимаете? Ну, естественно, да. Да, и поэтому вот это сейчас резкий прогресс, когда появилась возможность, причем достаточно быстро устанавливать этиологию. Потому что раньше, когда вот тоже вирусологические исследования проводили, их надо было, чтобы получить ответ, выращивать на тканях мартышки и так далее. И это могло длиться месяцами, чтобы мы могли понять. Болезнь уже давно прошла. Но мы еще только-только, ретроспективно устанавливались. Сейчас наше молекулярно-генетическое исследование позволяет нам через несколько часов даже самую такую новую... Вот метод PCR, да? Да, посередине. У вас даже почтовый сервер так называет, да? Ну да, поскольку это институт, так, да. Ну и другие. Полимеразная цепная реакция. Полимеразная цепная реакция, целое направление их, понимаете, этих реакций, секвенций и так далее, которые мы позволяем в короткое время нам все-таки выявить, и мы можем быстро понять. Причем можем установить даже какого-то нового микроорганизма, который раньше был неизвестен и так далее. Вот. И такое встречается, и очень часто, например, какие-то заболевания от собак к человеку передаются и так далее. Вот. Кстати, это тоже имеет значение. Окружающие нас животные, понимаете? Потому что вы знаете, что где-то в Англии и так далее есть клиники для собак, собак от ожирения лечит, собак от диабета. И, в общем, поэтому люди стали болеть теми болезнями, которые болели собаке. Есть тяжелый лептоспироз, который бывает собачий, переходит на людей. Собаки стали болеть тем, чем болеют люди. Да. И люди вместе с собаками живут, и поэтому целое направление, понимаете, животные и люди, чем болеют и совместно и так далее. Поэтому это очень большое направление, которое очень трудно до конца представить и понять, как мы не можем природу. И тем более предсказать. А предсказать очень трудно, да. И поэтому еще очень важно иметь опыт. Часто все-таки есть второе такое направление, которое нам в какой-то степени мешает. Когда появляются новые технологии, люди забывают традиционно, что нужно поговорить с больным, его опросить, узнать, все-таки что у него выяснить, с кем он там общался и так далее. Потому что без этого очень трудно предсказать, понимаете. Потому что никакой компьютер не скажет, что человек делал через какое-то время. Ну, может, будет искусственный интеллект и так далее. Тогда мы что-то можем узнать. А без этого, понимаете, если ты... Ну, например, некоторые болезни я могу поставить по запаху, понимаете. Но компьютер мне не предскажет, если я сделаю МРТ или сделаю КТ, понимаете. Я не буду знать, какой был запах. Например, холеру. Я могу предсказать, если вот в соседней комнате лежит больной холерой. Я еще не подошел, меня вызывают, а холера вызывает панику у начальства. Говорят, вот срочно идите там, человека, так сказать, по носу и все, и так далее. У него, скорее всего, холера. Ну, вот. Но если я заранее подошел, скажу, да, еще не смотря на больного, скажу, да, это похоже, что очень шире на самом деле. Кстати, я хотела спросить о холере следующим вопросом. В 86-м году вы получили правительственную премию. Премию, да. За исследования, связанные с лечением, восстановлением. Почему в 86-й год? Хотя регидрон ваш до сих пор применяется. Даже, кстати, в ветеринарии мою собаку лечили регидроном. Почему в 86-й год? По моим воспоминаниям тогда уже о холере можно было забыть. Или это сильно постфактум? Ну, вероятно, сильно постфактум. В 70-й я помню. Ну, это, Марина, понимаете. Как говорится, вот для меня, ну, мне эта инфекция очень нравится. Я и занимался, это моя докторская диссертация. Кому говорят, как холера, я говорю, холера как мать родная. Как мать родная. Вот, есть такие вот вещи, да. Мне пришлось изобретать специальный раствор. Вот эти ваши растворы, они прям на глазах, они расправляются. Да, да. Дело все в том, что при этой инфекции не бывает хронического течения. И ее можно лечить даже без антибиотиков. Достаточно вовремя лить за большое количество жидкости, и больной прям на глазах у тебя расцветает. Понимаете? Но это надо было изобрести, эту жидкость. Да. Разработать методику ее безопасного ведения, потому что все же боятся. Необычно такое. Поэтому, конечно, для того, чтобы понять эти новые болезни, надо, конечно, иметь большой опыт. Опыт этот теряется. К сожалению, наши учебники, если мы говорим об образовательной программе, они переписывают, часто многие годы переписывают новые, но люди при этом, которые их пишут, иногда не видели этих инфекций. Если ты не видел, ты не можешь передать, понимаете, вот то, что на самом деле. А это очень важно. Ну, например, если можно, вот по холере. Я, когда, Паша, не видя холеры еще, готовился к тому, чтобы этих больных, так сказать, наблюдать, заниматься этой проблемой. Читал, что кожа у больных холеры сухая. Ну, пришел на холеру, смотрю, кожа у них не сухая. Понимаете, она у них липкая, вязкая и так далее. Ну, следующий вариант, там где-то кто-то написали классики, что она покрыта липким потом. Ну, может быть, думаю, липкий пот, там не пот. Вот, оказалось совершенно другие изменения, понимаете. Кожа у больных, она происходит какая-то деформация, и она тянется за твоими пальцами. И когда ты смотришь больному живот, как будто ты местишь тесто. За каждым, так сказать, твоим пальчиком идет вот это вот, да, тянется. Когда я еще описал такой симптом, симптом простыни, ты больного повертываешь, а кожа у него на старом месте. То есть кожа растягивается, и ты видишь, что больной, а кожа как бы тянется, натянется. Это из-за такой диктатации, да. Из-за такого изменения свойств ее, понимаете. Поэтому это все надо было почувствовать, понять и чутье, и запах. Поэтому очень часто, вот, допустим, я, когда был главным, я старался посетить. Для того, чтобы посетить эти инфекции, которые у нас не бывают, а бывают где-то там в Африке. Вот я ездил на лихорадку Эбовы. Да, я хотела о ней расспросить, но вот у меня сейчас возник вопрос. Когда вы создавали, разрабатывали свои эти пульонные растворы, вы в сотрудничестве с химиками это делали? Вот как это? Ну, первый вариант, ну, естественно, под руководством Валентина Ивановича Покровского он ездил, да. Были какие-то наработки американцев. Ну, надо быть химиком очень хорошим, для того, чтобы это придумать. Да, и биохимик. Нет, ну, надо быть, первый вариант, биохимиком. Почему? Потому что надо было познать физиолог, надо было познать водный обмен организма, понимаете, что происходит. Мне пришлось изучать клеточную жидкость, не клеточную жидкость, все это понять, потому что это сложная структура. То есть это не совсем инфектология, это уже другая наука вообще. Да, да, да. Это вот, да, такое. Ну, это уникальная инфекция, где ее очень сложно моделировать, потому что мы пытались моделировать. И люди сгоняли спортсмены в бане вес свой, чтобы понять, вот когда он теряет значительное количество, вот как там потом и так далее. Но тут другие методы. Поэтому пришлось и биохимии, мне пришлось работать с аптекарями. Слава богу, в те годы было легче создавать лекарства, когда эпидемия. Я подготовил несколько диссертаций даже фармацевтам, которые помогли мне мои растворы, так сказать, внедрить в жизнь, определить. И тогда был руководителем, так сказать, тогда Минздрав, Минпром был, и руководителем его был отец Мельниченко, Галина Афанасьевна. Он руководил, на Арбате было здание. Он мне помог очень быстро внедрить эти растворы, не все, правда, но частично. Это было очень важно, потому что до этого у нас палеонных растворов практически не было вообще. Ну, потому что рингера он на самом деле нет. Надо было изобрести такой раствор, который можно было выливать безопасно, длительно и долго. Ну, вот этим, собственно, я и занимался. Это была премия. Вот 2014 год, ну, там не премия, но вы были включены в такой список топ-100 людей современной России, смелые поступки, достижения, открытия, живая история. 2014 год, это за вот работа Эбола в Вине. Расскажите об этой поездке. Ну, сколько там было людей из других стран, как взаимодействуют? Ну, первая у меня была такая напряженная поездка. Было несколько таких. Несколько поездок, да? Таких поездок в моей жизни много. Первая была легочная чума в начале 90-х годов была, когда в Индию даже самолеты перестали летать, когда посольство целых стран эвакуировалось и так далее. И атипичная пневмония тоже была ездить? Атипичная пневмония, я ездил в Китай. Я очень много на такие ездил вещи. Я ездил в Кубу на страны, в состоянии, когда там 50 тысяч человек ослепло, 50 тысяч парализовало было и не знали, что там, понимаете? А что оказалось? Да, оказалось, что проблема в другом, проблема экономика, питания. Это, честно, связано. Моя деятельность с этим, поскольку мне очень часто приходилось не столько ставить инфекцию, сколько отвергать инфекцию. И это иногда очень тяжело исключать инфекцию, потому что если у человека инфекция, все успокаиваются, это не страшно. А если люди гибнут, это другой причиной, легче сказать, когда они разобрались, легче сказать, ну, это инфекция. И очень часто ко мне приходят люди для постановки диагноза, я вижу, что тут нет инфекции. Вот у человека температура и так далее, слабость, температура, ну, значит, это точно инфекция. Если не хотят возиться с больным, но говорят, что у него инфекция, идите к инфекционисту. И вот я уже устанавливаю, опухоль нахожу, до этого исследовали, пересылаю, говорю, вот, так сказать, у вас нету, я исследую. Понимаете, но больной настаивает, и он везде мучился, и обошел врачей, ему ягод не могут поставить. Говорят об инфекции. Поэтому приходится быть, так сказать, знать другие болезни. У нас особенность нашей специальности, то, что мы вынуждены быть специалистами и по неврологии. Если вот, как Валентин Иванович Менингиты, да, узнавала, лечила и так далее, нам приходится знать заболевания онкологические, по которым тоже часто провоцируют, инфекции их провоцируют. И очень многие другие, вы знаете, что, например, там, поражение печени, гепатокарцинома, бывают у лица, которые перенесли гепатиты. Вечи инфицированные тоже кончают часто опухолями, и очень часто все операции и так далее, все дело заканчивается сепсисом, и заканчивается инфекция, заканчивается. Поэтому приходится, ну, так инфекция. На многих фронтах. Ну да, у нас такая специальность, то есть надо быть специалистом широкого профиля. Виктор Васильевич, хочу попросить вас рассказать об учителях своих и об учениках. Вот такой мостик на вас перекинуть. Ну да, да. Ну так, ну как? Кого бы вы назвали, учителем? Ну, учитель, ну, Валентин Иванович Покровский, конечно, потому что, так сказать, мне в значительной степени повезло. Вот. Ну, а так начиналась моя деятельность в Средней Азии. Почему, собственно, я и стал, так сказать, инфекционистом, потому что там... Традиционно, да. Там очень много инфекционных болезней, а сам и в значительной степени переболел. Это и климат, и отсутствие воды, да? И антисанитария, антисанитария. То есть и социально-экономические, и климатические. Ну, началось все в военные годы, там, естественно, какая там, что там, какая санитария была, и так далее. Я заканчивал вместе с Ренатом Акчуриным, это Андижанский медицинский институт. Вот. Акчурин, как вы знаете, хирург, там, так далее. Мы с ним там, вот, почетный я профессор. Но вы не ровесники, по-моему. Да, он помоложе меня, да, моложе меня, но тем не менее, да. Поэтому вот, так сказать, там оттуда все исходит. Поэтому были, конечно, какие-то доктора, которых я там учился, практически доктором. Я еще помню, Мусабаев такой был в Ташкенте, когда, ну, когда там, может, я начинал инфекционистом и все. Ну, вот, потом мне повезло, что я попал к Валентину Ивановичу. Так, ну, это, как говорится, судьба. И, соответственно, вот основной учитель у меня Валентин Иванович. Я вот 50 лет, больше 50 лет с ним работаю. Давайте назовем еще раз академик Валентин Иванович Покровский. Академик Валентин Иванович Покровский, он вообще известен. Он больше 19 лет был президентом Российской Академии Наук. У него своя школа инфекционная. Медицинская. Да, Академия Медицинской Наук. Ну, у него своя школа, я вот все время, все годы с ним, у него много чего научился, взял. Он когда-то начинал с холеры и определил меня, что я должен этим заниматься. Вот, и поэтому вот такое, ну, и, соответственно, какие-то есть ученики в результате, чаще всего обычно эти ученики у меня, есть ученик на Сахалине. Да, вот я хотела сказать, где они, в стране. Да, в стране, да. Очень, вот, например, есть такое место, небольшое место Ижевска, который больше известен оружием и так далее, но он еще известен геморрагической лихорадкой с почным синдромом. Да, понимаете. А почему так? Выбрало это место, это заболевание? Ну, потому что это лесистое место, зоны, и даже если когда-то изобретали какое-то оружие, старались это вынести подальше, понимаете, нельзя было на открытом таком месте. Вот, и там на первом месте они по заболеваемости, оригинальное заболевание, геморрагическая лихорадка с почным синдромом. Эндемичная, да, такая? Эндемичная. В этом году в городе Саратове две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи случаев, летальные исходы есть, понимаете, и все, и подъем, ну, может быть, вот и на будущий год, год крысы будет. И, наверное, будет опять подъем вот этих заболеваний, которые связаны с этими, так сказать, животными, да. Ну, вот, и поэтому вот есть там ученики. У меня два доктора наук Челябинский, у меня в Ставрополье ученики есть, у меня ученики есть, и в Тюмени ученики есть, которыми я работал. Ну, я даже сейчас, есть и в соседних странах ученики, в Узбекистане у меня было, были ученики с Азербайджана, у меня были ученики. Ну, вот, ну, поэтому вот так достаточно много, ну, где-то около 50 у меня под моим руководством сделаны кандидатские докторские. Ну, очень много, когда они не делали, а просто приезжали ко мне, мы общались с ними, консультировались, учились, пытались, так сказать, да. Поэтому, ну, есть какие-то ученики, но без этого нельзя, особенно с годами, очень трудно уже одному все делать, понимаете, идеи есть, и хочется, чтобы эти идеи реализовала молодежь. И поэтому вот какое-то вот направление у меня, ожирение инфекции, у меня выполнялись эти работы под моим руководством. Сейчас я пытаюсь старение инфекции взять, тоже у меня будет там ученик будет, который будет этим заниматься, пытаясь им внедрить, ну, и другие направления. Ну, и какие-то новые инфекции, например, у меня пришлось открыть астраханскую рикциозную лихорадку в Астрахани. Там Галимзянов, мой ученик, он ректор, много лет был ректор астраханского медицинского университета или там академии, не знаю, как точно сейчас все это меняется, вы знаете. Вот, ну, вот, недавно мы открыли новый клещевой боррелиоз, раньше было известное. Новое заболевание, да. Поэтому, ну, болезнь называлась, болезнь Лайма раньше, такая болезнь Лайма, да. Она вызывалась в Борелии Бурдорфере, есть такой возбудитель. Потом появилась новая Борелия, Борелия Миоматои сейчас, который несколько отличается. То есть новый вид, да? Новый вид, да. Это тоже клещевой боррелиоз, но он совершенно протекает по-другому, другая симптоматика. Вот, а поскольку эти клещи и комары на нас наступают, как вы знаете, с этим климата и так далее, да. И вот поэтому нам приходится заниматься изучением этих. И вот мне удалось практически вот эти две болезни, так сказать, стоять у истоков. Я практически могу считать, что я их открыл, но не один, конечно, совместно с... Ну, например, такая была Академик Тарасевич, она помогала, потому что она рикетелок. Я клиницист все-таки, сам, так сказать, лично не всегда занимаюсь прямо микроскопом, смотреть на микроорганизм, а так клинику лечения, эпидемиологию, все пришлось описывать вот в этом направлении, да. Как по ощущениям, Виктор Васильевич, иногда со стороны не специалистов кажется, что сейчас с ускорением происходит изменение вот этих вот взглядов науки и всего. Это верное ощущение или это просто эффект информационных технологий? В какой-то степени эффект информационных технологий, ну, действительно, какие-то изменения в связи с тем, что как-то у нас... Мир несется, такое ощущение, что он несется, да. Да, 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 быстро идет прогресс окружающий, конечно, это в значительной степени сказывается и на инфекции. Потому что, опять же, я говорю, это инфекция природный фактор, первопричина всего природа, и поэтому все, что сказывается на технологии, они обязательно сказываются на нашем организме. Наш организм тоже содержит определенные микробиоты, микрофлоры, на нем сказывается. То же самое сказывается и на окружающих нас, вокруг того, где мы живем. Поэтому, поскольку все в мире ускоряется, то в какой-то мере, ну, вот, если бы не было молекулярных генетических исследований, мы бы еще очень долго думали... Посмотрели бы в микроскопы. Да, и искали бы очень долго, чем человек болеет. Так нам все-таки удается какие-то. Но есть известные провалы, потому что мы не знаем, что делать, когда не будет антибиотиков. Понимаете, как... Ну, отдельная большая тема антибиотикоустойчивости. Да, устойчивость, и что с этим делать? Это отдельная огромная тема. Но это тоже связано с природными, эти микроорганизмы, они же устойчивы в основном. Значит, мы должны их знать. Вот, сейчас есть целое направление, которое изучает, наоборот, что микробам нравится. Называется антибиотикотолерантность. Мы изучаем, понимаете, есть микробы, которые очень любят антибиотиков, есть микробы, которые их не любят. Но мы должны знать, поскольку они поражают, как обходиться. Вот эти известные биопленки, когда микробы долго выживают. Вот, и пришлось мы, чтобы эти пленки познать, приходить, использовать. Конечно, это были новые технологии и так далее. И если еще с чем-то, в хирургии, иногда даже трансплантологии можно справиться. Говорят, будет все пересаживать, те новые, там, кости новые. Ну, пока еще не голову, слава богу, голову не пересаживают. Ну, не знаю, если будет. Обходимся пока тем, что есть. Да, да, да. То вот изменить твою микробиоту, это практически невозможно. Сейчас, понимаете, это очень сложно полностью заменить. Хотя сейчас пытаются. Ну, есть же направление фекальная трансплантация. Да, мало того, сейчас от доноров пересаживают новую флору женщинам в влагалище. Это научились. От донора берут флору и пересаживают. Да, здоровую флору пересаживают. Но, понимаете, во-первых, уже есть случаи, когда после фекальной трансплантации летальные исходы были. Ну, один случай был, на самом деле, он был связан как раз с антибиотик-резистентностью донорского материала. Ну, да, да. А респект не справился. Ну, до конца это казалось легко, но до конца все равно это еще не поздно. То есть, это когда начнется... Ну, потому еще официально и не призывал. Ну, да, когда начнется массовое, то, понимаете, появятся вещи, которых мы почему-то раньше не знали, не оценивали. Это всегда так не бывает. Там очень много. Ну, и так далее. Поскольку мы очень мало знаем об иммунном статусе, еще до конца не знаем особенности какие-то, хоть мы его изучаем и так далее. Вот, не знаем. Например, есть люди, которые зависимы от лекарств, есть зависимость от вакцин даже. Понимаете, определенное тоже имеет значение. Хотя это не значит, что не надо. Надо, конечно, обязательно делать и применять. Это не значит, что не надо антибиотики применять. А что нам останется? Надо антибиотики применять, надо и вакцины. Это все обязательно. Но хотя есть какие-то элементы такие непонятные до сих пор, казуистика и так далее. Нам очень трудно, например, подобрать каждый год вакцину от гриппа, потому что он настолько быстро меняется. А вакцину сделать мы не можем. Каждые, например, там, каждые три месяца делать новую вакцину. Понимаете? Хотя бы мы раз в год ее делаем. Причем это делают только 20 стран вакцин делать. Остальные страны вообще не делают. Они берут уже готовую вакцину. Поэтому что нам делать? Понимаете? Как обходиться? И поэтому многие даже не знаем, как люди в тех странах, где не приготавливалась вакцина, как они будут реагировать. Вот африканцы и так далее, где не производится вообще вакцина. И что там происходит? Многие элементы не знаем. Поэтому нам не удалось еще ликвидировать, кроме ОСПы, практически ни одну инфекцию. Понимаете? Так вот, чтобы окончательно. Чтобы окончательно. Понимаете? Мы говорим, да, да, но вот нет. Ни полиомиелит, который уже объявлялся 10 раз ликвидированным, нет. Ни корь, который тоже уже пытались, уже в отдельных регионах меры ликвидировали. Но глобальные. Мер не знает границ, инфекции не знают границ. И поэтому в связи с глобализацией, которая имеет место, все это опять внедряется, происходит. Происходят значительные изменения, которые очень трудно предсказать. И как это будет реагировать. Мы даже не знаем, как будем мы сами меняться за счет внедрения вот этих всех вещей. И все это сильно сказывается на инфекции. Поэтому мы стоим на таких передовых позициях, и у нас парадигма будет меняться очень быстро. Понимаете? Возможное такое. Я уже не знаю, как будет дальше. Но вот это проблемы большие наши. Поэтому мы иногда больше внимания уделяем, как я считаю, защитным силам организма. Но мы должны думать. Я часто больным говорю. Вот он больной находит это лекарство, говорит, наконец я нашел то, что я нашел. Это мне поможет, это меня спасет. Я говорю, тебя спасет то, что тебе мама с папой дали. Вот это тебя спасет. Понимаете? Потому что все лекарства они имеют, как вы знаете, как и положительные. Предел какой-то. Предел, не до конца изучены. Выясняют через какое-то время, после 50 лет применения препарата, что оказывается он там что-то уничтожает. Не так действует. Какие-то побочные действия. Понимаете? И поэтому это все сильно сказывается. Так же вот как кончается эра антибиотиков. Мы ищем что-то другое. Понимаете? Когда уже как будет другое. Ну, у нас много... Фаготерапия, например. Фаготерапия. Вот. И поэтому очень много... Хотя не мне об этом говорить. Большое значение имеет, что человек должен познать самого себя. Сам должен знать свои особенности и так далее. Или в какой-то степени даже познать свою микрофлору. Потому что ты должен сам знать, что у тебя там нос сохнет. Или что у тебя полостеркта бывает. Понимаете? Представить себе. То есть знать это все. И здоровый образ жизни. Понимаете? Который будет лучшая профилактика инфекционных болезней, чем, допустим, нормальное. Надо знать, как питаться. Взрослый человек сам должен. Конечно, ему можно подсказать. Но организм индивидуален. Каждый организм действует по-другому своим законам. В зависимости от того, где ты живешь, как живешь. И поэтому тебе все это надо. Никакой доктор не может этого познать. Ну, вот раньше был доктор такой Захарин. Вы знаете, который известный, так сказать, в пирамиде. Все про него изучают и говорят. Который приезжал к какому-то богатому купцу. Жил с ним там неделями. Он знал весь образ жизни купца. Где он находится. Чем он питается. Он сейчас доктор не может так, понимаете? Так находиться плотно с тобой, чтобы познать все твои особенности. Каждый твой прыщик и так далее. Понимаете? Поэтому вот это очень важно. И особенность докторов. Мы должны больше вникать, беседовать с людьми. В меньшей степени. Надо хорошо, что есть новые технологии. Да, меньше полагаться. Ну да. Но кроме него надо полагаться. Все-таки есть факторы, которые более значимы. Для человека, например, когда он мне что-нибудь о себе расскажет. Я могу даже представить по-другому, почему у него эти изменения на компьютере. И так далее. Если знаю его образ жизни. Знаю, что он там принимает. Или как он себя ведет. И так далее. Я больше узнаю о нем, чем я узнаю за счет применения этих. Поэтому такая комплексная оценка, которая очень непростая. И приходится, когда мы обучаем. Сейчас она мне сошел как бы в сторону. Понимаете? Хотя мы обязаны, конечно, должны прежде всего вникать в человека. И в какой-то степени, даже в какой-то степени нам приходится заниматься психотерапией. Хотя мы, в общем, инфекционисты. Имея антибиотик. Может быть, лучше больному предсказать, что ему не надо применять антибиотик. Это не всегда просто ему рассказать об этом. Понимаете? Потому что если мы говорим антибиотик, переводится как против жизни. Антибиотик. Против жизни. Ну, мы вынуждены это применять. Но все же надо стараться как-то все-таки так. Как-то думать о своей жизни в лучшей степени. И стараться, может, избегать чего-то. Больше ориентироваться на то, что тебе дали маму с папой, на твой организм. Сохранять его, беречь. И самому отвечать за свою жизнь самому. Понимаете? Вот я думаю, что вот это важно очень. Спасибо большое, Виктор Васильевич. Спасибо. Спасибо.